Главное культурное событие весны. Седьмой Чебоксарский кинофестиваль завершился. По стечению обстоятельств он проходил одновременно с Каннским кинофорумом. А фаворитом конкурсной программы считалась лента, которая номинировалась на Оскар в 2013 году. Смогла ли она получить золотую Анне? Смотрите в нашем репортаже. В этом году в программе форума было два конкурса – игрового кино и кинематографа малых народов. В Чебоксарах показали 14 кинолет, снятых в Чувашии, Бурятии, Хакасии и даже Якутии. Кстати, картина «Семенчик» якутских кинематографистов получила приз в номинации «Лучший фильм». Среди игровых фильмов лучшим признали картину «Ученик», снятую в Финляндии. Работы финских кинодеятелей участвуют в конкурсной программе каждый год. Это огромная честь для всего финляндского кинематографа получить приз на Чебоксарском международном кинофестивале. Это говорит о том, в том числе, что финское кино, финский кинематограф находится на очень высокой степени своего развития. В этом году впервые лучшую работу назвали и чувашские блогеры. По мнению интернет-общественности, фильм «Жажда» был достоин специального приза. Отметили лучшую работу и журналисты. Картина «Отдать концы» режиссера Таисии Игуменцевой получила приз прессы. Мне очень приятно, что национальное телерадио компания «Чуваши», а это национальное телевидение «Чуваши», национальное радио «Чуваши» и радиотаван были главными информационными спонсорами этого праздника. Мне очень приятно всех видеть в этом зале, наших гостей, наших земляков. И мне кажется, что наши гости привезли в эти дни в Чувашу замечательную солнечную погоду. За отражение темы гражданственности и патриотизма в киноискусстве специального приза, учрежденного главой «Чуваши», удостоился фильм «Волчий след» в истории России. Режиссер картины Мария Исакова. В Чебоксарах эту работу представил Александр Иншаков. На самом деле наша страна многонациональная, ваша республика тоже многонациональная, и та тема, о которой мы коснулись, она общая для всех. И все, что было сказано, сказано правильно. Мы вместе живем, вместе работаем, вместе воюем, и нам еще долго жить вместе и побеждать. И в том числе в области кино. При зрительских симпатий получил фильм «Полет три дня после катастрофы». Создавали его два года. Бюджет небольшой, около 700 тысяч рублей. Причем авторы вкладывали свои средства. Все актеры работали бесплатно. Режиссер фирмы считает, что приз зрительских симпатий полностью окупил их труд. Это особая, конечно, награда. То есть это такой специальный приз такой особой приятности. Потому что зрители, люди независимые, это не эксперты, не кинокритики, кинематографисты. Это просто зрители, которые смотрят просто кино. Члены жюри отмечают за такими картинами будущее. И только подобные фестивали могут придать новый импульс российскому кино. Татьяна Молокова, Дмитрий Ковалев, Антон Вовк, Республика.